Вала Щух СД пишет вам эссе, в жизни рок-н-ролл, Вала Щух СД Всем привет! Продолжаю производственные истории, или истории из жизни российских предпринимателей. Отсутствие информации действительно губит предпринимателей, и не только начинающих, но еще и чересчур самоуверенных, думающих, что они уже точно знают, как устроен мир. Расскажу, как я много лет платил за аренду непомерно большие деньги, даже не догадываясь, что можно платить намного меньше. На заре советской власти, я имею в виду начало 90-х, я со своей компанией располагался на Красных Воротах, на площади Разгуляй, и сидел там спокойно аж до самого дефолта 1998 года. Арендовал целый этаж в офисном здании и платил за это 10 тысяч долларов в месяц, или 120 тысяч в год, за 300 метров площади. Это была абсолютно нормальная средняя ставка для этого района города Москвы. Но после дефолта, эта сумма стала для меня неподъемной. Я начал искать аренду подешевле. Честно говоря, я был уверен, что все государственные и муниципальные помещения давным-давно разобраны более удачливыми предпринимателями, приближенными к чиновникам, и что там, как говорится, ловить нечего. Но на крайний случай я все-таки зашел в одно окружное отделение Департамента городского имущества. Поинтересоваться. Может, они что-нибудь сдают в аренду. Это было в Восточном округе, так как на центр я уже не претендовал. И там я испытал настоящий шок. Оказывается, они предлагали в аренду много помещений. Не центр, конечно, но не до жиру. Мне предложили на выбор несколько помещений, и я поехал их осматривать. Остановился на одном, в цокольном этаже жилого дома на Соколиной горе. Помещение было приличное, хоть и с несвежим ремонтом, но зато можно было сразу заселяться и работать. Вернувшись в департамент, я дал согласие на аренду и стал ждать договор. Когда мне дали прочесть договор, я, конечно же, как предприниматель сразу же посмотрел на стоимость аренды. Там стояла цифра, если мне не изменяет память, 78 тысяч в год. Практически за ту же площадь. Я подумал, там я платил 120 тысяч в год, а здесь все-таки на 42 тысячи меньше. Не дешево, конечно, но все равно легче. Затем я еще раз прошелся по всему договору и обратил внимание, что там написано не долларов, а рублей. Я переспросил у инспектора, а почему тут написано рублей. Она не поняла моего вопроса и стала возмущаться, что нам бы всем только чтоб все бесплатно было. Когда же я выяснил, что это действительно рублей, я был в шоке. Что я столько лет делал на красных воротах. Кормил арендодателей, чтобы им жилось лучше. Ставка получалась 12 долларов с метра в год. Один доллар с метра в месяц. То есть бесплатно. Тогда меня удивила не только цена, но еще и то, что находились арендаторы, которые возмущались высокими ценами. Вот уж действительно у нас страна наглючих любителей халявы. Я спросил у инспектора, а можно заплатить сразу за год вперед? Как пожелаете, ответили мне. Я заплатил сразу, чтобы не передумали. Со временем я выкупил это помещение. И проработал в этом офисе 10 лет. Сейчас, в эпоху интернета, информация, конечно же, стала более доступной. Но тогда, при бумажных рекламных носителях, надо было порыться, поискать, чтобы найти то, что тебе нужно. Но я не оправдываю себя, потому что всегда надо изучать и фильтровать информацию, связанную со всеми аспектами твоего бизнеса. И быть в контакте с местными властями, если ты предприниматель. А я жил сам по себе и смотрел на местную власть только как на вымогателей вечных помощей, то на какой-нибудь праздник, то на выборы, то на строительство храма Христа Спасителя, то еще на что-нибудь. Да, это бюрократы, и среди них попадаются взяточники. Но основная масса там нормальных и полезных людей, думающих в первую очередь о деле. А мы зачастую зашоренные, спесивые и живем в своих зашаблонированных представлениях о мире. Так, конечно же, проще, думать не надо, но оказывается, что намного дороже. Вот такая вот история. Всем пока!